Если я спрошу вас, как называется падающая башня, вы наверняка вспомните про Пизанскую. Но на самом деле, это сооружение уже 10 лет назад перестало быть самым падающим в мире. Небоскрёб Capital Gate имеет гораздо больший угол наклона. Это здание попало в Книгу рекордов Гиннесса и официально считается самым падающим в мире. О том, как был построен падающий небоскрёб, я и расскажу вам в этом видео. Название Capital Gate переводится как «ворота столицы». Этот небоскрёб примыкает к национальному выставочному центру в Абу-Даби. Это здание имеет 35 этажей, а его высота равна 160 метрам. Нижние 18 этажей – это офисные помещения. Выше располагается один из самых дорогих отелей в мире – Хаят Capital Gate Абу-Даби. Те, кому посчастливится здесь оказаться, смогут наслаждаться не только роскошными номерами и сервисом наивысшего уровня, но и любоваться видом на столицу Арабских Эмиратов и Персидский залив. Уже на стадии возведения «Ворота столицы» попали в Книгу рекордов Гиннесса, так как это сооружение не имеет аналогов в мире. Угол его наклона составляет 18 градусов. Эмират Абу-Даби – это самое крупное и богатое из семи государств, которые в 1971 году образовали Объединенные Арабские Эмираты. Хоть страна и объединилась, но каждым эмиратом управляет свой эмир. В Абу-Даби – это халифа Ибн Зайд Аль-Нахайян, и он стремится сделать из своего города культурную и туристическую столицу не только эмиратов, но и всего мира. Ни для кого не секрет, что Оаэ – это очень богатая страна, и у шейха Абу-Даби достаточно финансов, чтобы превратить свой город в сказку. Но не меньше денег и у Мухаммед Ибн Рашид Аль-Мактума – эмира Дубая. Все мы знаем, что удалось ему сотвориться своим городом за весьма короткие сроки. Дубай стал одним из лучших туристических городов в мире, но эмир Абу-Даби был не намерен уступать первенству. После того, как в Дубае появилось самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа, халифа Ибн Зайд Аль-Нахайян решил дать свой ответ на это и построить, если не самое высокое, то самое удивительное сооружение в мире. Эмир Абу-Даби мечтал, чтобы ворота столицы стали визитной карточкой его города и неким архитектурным символом превосходства над соседними эмиратами. Задачу построить невероятное здание, которому должно было быть приковано внимание всего мира, эмир поручил своему двоюродному брату, шейху Тахнун Ибн Шахбуд Аль-Нахайян. Проект сооружения был разработан строительной корпорацией RMJM. Задача была вовсе не из простых, даже с учётом того, что экстремальное строительство в Арабских Эмиратах является нормой. Шейх поставил конкретную задачу – превзойти Бурдж-Халифу не размерами, а преодолением архитектурных законов. Главным архитектором был назначен Нейл Ван Дервин. Он признался, что черпал вдохновение в ландшафте Абу-Даби. Действительно, форма падающего небоскрёба очень напоминает обветренные дюны и волны Персидского залива. Угол наклона бросал вызов силе тяжести. Он был почти в пять раз больше, чем у Пизанской башни в Италии. Ни один угол небоскрёба не должен был повторить другой. Но проект – это лишь идея, которая существует в воображении. Чтобы воплотить её в жизнь, потребовалось исключительно инженерное мастерство и смелость. Ведь раньше никто ничего подобного не строил. Верхние этажи выступают за фундамент здания на 33 метра. Это создаёт мощную силу, стремящуюся вырвать фундамент из земли. Один из архитекторов, Тони Арчибольд, предупреждал об этом, как только увидел чертежи. Однако никто не спрашивал у него, возможно, справиться с этой задачей или нет. Ему нужно было самому придумать, как удержать здание в вертикальном положении. Работа началась глубоко под землёй. Нужно было установить 400 бетонных свай, которые выполняют две разные задачи. Половина свай должна передавать нагрузку, созданную вылетом в землю. Остальные сваи забили глубже, до скального основания. Они должны были препятствовать растягивающим силам, стремящимся вырвать здание. Первым делом нужно было вырыть огромный котлован. Экскаваторы извлекли 6000 кубометров песка. Дальше на протяжении двух месяцев забивали сваи. А на проектирование и строительство было выделено всего два года. Это очень короткие сроки для строения такой сложности. Но Эмиру Абудаби очень хотелось, чтобы ворота столицы были готовы к международному саммиту по энергетике будущего. Ему очень хотелось удивить иностранных гостей. При таких сжатых сроках никаких пауз и задержек нельзя было допускать. На строительстве фундамента трудности не закончились. При строительстве надземной части инженерам тоже предстояло решить ряд вопросов. Если обычный небоскреб опирается на центральное ядро, то из-за формы ворот столицы ядро треснет, а само здание опрокинется. И вновь пришлось отказаться от стандартного мышления. Инженер по строительным конструкциям Мона Васи придумала новую революционную технологию. Ядро должно было быть построено с кривизной в противоположную часть наклона здания. Во время строительства растущий вес здания выпрямит ядро. При строительстве использовалась технология под названием «переставная опалубка». Ядро росло со скоростью 4 метра в неделю. Не будем забывать, что это невероятно сложное строительство проходило в стране с не самым лучшим климатом. Арматуру монтировали в дневное время, но температура в 50 градусов по Цельсию плохо сказывается на свойствах бетона. Он слишком быстро высыхает и может треснуть. Чтобы бетон застывал с правильной скоростью, его приходилось лить ночью, когда температура ниже. Из-за оригинального дизайна стены здания должны были быть тонкими. Чтобы максимально использовать пространство и установить огромные панорамные окна. При строительстве диагональной сетки было решено использовать принцип куриного яйца. Скорлупа очень тонкая, но при этом довольно прочная. Если вы попытаетесь раздавить яйцо в ладони, у вас ничего не выйдет. 720 секций крестообразной формы образовали тонкую, но невероятно прочную диагональную решетку. Все вместе крестообразные секции равномерно распределяют силы по стенам здания. Кроме того, этот каркас должен был поглощать и перенаправлять силы ветра и сейсмической активности. Эта технология позволила сделать каркас достаточно тонким и легким. Диагональную решетку собирала бригада из 240 рабочих. Остекление изогнутого здания тоже было задачей не из простых. Оказалось, что инженерам усложняли работу любыми способами. Ведь на изогнутые стекла бюджета не хватало. Инженерам нужно было придумать, как застеклить фасад более дешевыми плоскими стеклянными рамами. Пришлось использовать технологии, основанные на древней греческой геометрии. Чтобы создать сложную фигуру прямыми линиями, необходимо использовать треугольники. На местном стекольном заводе было изготовлено 26 тысяч треугольных рам. Обычно стеклянные фасады рассчитаны на минимальное перемещение из-за ветра и температуры. Но ядро этого небоскрёба, как мы помним, должно было выпрямляться в процессе строительства. А значит, здание не перестанет двигаться вплоть до завершения стройки. Поэтому стеклянные панели были рассчитаны на смещение до 20 мм. За полгода до конца строительства инженерам сообщили, что необходимо организовать вертолётную площадку на крыше здания. Эта задача только на первый взгляд кажется простой. Во время посадки на высокий небоскрёб необычной формы, при определённых погодных условиях, вертолёт может рухнуть на землю. Масштабная модель ворот столицы проходила испытания в самой большой аэродинамической трубе в Лондоне. С первых секунд произошло то, чего боялись инженеры. Образовался так называемый сдвиг ветра, способный опрокинуть вертолёт. Расчёты и испытания показали, что если площадку разместить на высоте 2 метра над крышей здания, риски можно существенно снизить. Таким образом, проект, который изначально казался невероятным, удалось воплотить в жизнь. Теперь Capital Gate действительно является визитной карточкой Абу-Даби и зданием с самым большим наклоном в мире. На его строительство было потрачено более 2 миллиардов долларов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok